об эрекции и эякуляции на процедуре. Как вообще на это реагировать, чтобы не травмировать ни себя, ни клиента? Вообще, мужчинам, когда прилетает какой-то негативный посыл от девушки из разряда «Какого хрена у тебя хрен стоит?» Это как-то не очень работает. Согласна. У нас коллаб, такой небольшой, с Любавой. Любавой, она мастер по шугарингу. Давай ты сама расскажешь, кто ты. Да, я Любовь Флешова, мастер-преподаватель по мужской депиляции, интимным стрижкам и психологии привлечения клиентов мужчин именно на процедуру депиляции. А я режиссер, продюсер и, собственно, уже, наверное, полтора года снимаю фильм про сексуальные девиации. Ну и так получилось, что достаточно компетентен в этом вопросе. Как зародился мужской шугаринг? Знаешь об этом? Ну, он появился порядка 20 лет назад. Это прям по таким очень-очень скромным подсчетам, потому что приходят клиенты, которые говорят, что я там 15-20 лет назад начинал делать у мастера, который прятался, принимал дома, чтобы никто не знал. Ну, то есть, прям это было очень-очень все завуалировано. Это 15-20 лет назад? Да. Слушай, а чем там драли? На полосочку? Ну, почти так. Чаще всего без перчаток, горячим воском, который мог обжечь, либо вот с полосочками. А были травмы? Ну, травмы, конечно, за столько лет они уже прошли, но были. Да, то есть, клиентов обжигали, клиентам делали больно, там они 3 дня нормально ходить не могли. Разное бывало, но это, опять же, по рассказам мужчин. Слушай, а какие самые такие серьезные травмы? Ну, кому-нибудь отрывали яички? Нет, 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 нет. Или что-нибудь такое, знаешь, хоп, на половине банана нет корочки. Ну, знаешь, как банану открывать? Ну, не настолько, но травмы, как снять верхний слой кожи, да, мы это называем перепилинг, такое, да, часто случается, и даже у опытных мастеров ворой. Даже сейчас? Даже сейчас, да, с современными супер-классными материалами. Ну, просто надо учиться работать. Кстати, да, рассказывать о том, что ты хотела покрасить яйца на Пасху и рекламировать? Можно рассказать, мы хотели их раздавать, но... А что там должно было быть? Я просто помню, что что-то в таком ключе, я такой подумал, блин, ну вы даете. Ну, в общем, раздавать мужчинам яйца на Пасху. С тонким намеком на депиляцию, разрисовать их, написать свой инстаграм, ник, дать там телефон, прям на яйца все это нарисовать и просто дарить людям на улице, именно мужчинам. Мол, ну, с тонким намеком, чтобы приходили на депиляцию, и вроде бы и приятно, и как бы и контакты все дали, но не срослось. А что, вот что, почему не срослось? Ну, как бы для меня вроде бы ничего такого, но девочки, некоторые мастера, да, заметили, что это как, ну, могут... РПЦ, в общем, может это воспринять в негативном ключе, да, как, я не знаю, как это называется правильно, богохульство, наверное, да, как-то так. В вашем случае это богохульство. В общем, идея, идея была гениальная, но не приспособлена под наш мир. Как вообще вот зародился вот этот вот вопрос относительно эрекции, да, мужской на процедуре? Почему, вот я не знаю, почему вот все мастера там, ааа, как у него там стоит, он экулирует, они все извращены по всему, почему вы называете там очень многих дрочерами, откуда взялась вот этот дрочер? Вот расскажи, интересно. Ну, на самом деле такой вопрос был всегда, потому что мужчина есть мужчина, да, естественно, у него иногда возникает такая реакция. Ну, и не все женщины, они могут на это спокойно реагировать. Большинство боится, переживает, а что, а вдруг? Ну, и плюс есть, конечно же, мужчины, которые отправляют свои фотогениталии, да, фоточлена. Можно говорить это слово? Конечно. Члены. Члены общества мужского. Да, фоточлен. Вот их как раз и называют дрочерами. И, собственно, из-за этого мастера стали бояться. Если он не боится, отправляет вот это вот свое достоинство, следственно, что от него ждать на процедуре? Я уж не говорю о конкретных вопросах, что массаж возможен, а вы мне окончание сделаете, а вы мне поможете расслабиться. Ну, как бы это не спа-процедура, да, далека от массажа. Будем честными, депиляция – это больно. Ты делал? Я все сейчас расскажу. Ты рассказывай, пока ты. Хорошо. Ну, вот про фотографии членов, друзья, это называется дикпик. Смотрите мой сериал, и там тоже будет относительно дикпика рассказано. И это просто хулиганство. И по факту те мужчины, в основном те мужчины, которые шлют фотографии членов, они не будут агрессивно себя вести на 98%. А, извини меня, не знаю, мне кажется, 20% на улице тебе мужчин грозят какой-то опасностью. Согласна на 100%. Понимаешь? Вот. Это в большей степени не уверены в себя мужчины. Ну, да ладно, поехали дальше. Так вот, из-за этого появляется страх. А что будет в кабинете? Они же не понимают, как ты говоришь, да, что он просто либо не дойдет, либо он безобидный. Вот. Тем более вот эти предложения, они, ну, очень смущают. Наш менталитет все-таки российский, он немножечко такой. Очень скованный, закомплексованный. Порой мастера просто в шоке от таких просьб. Да как он посмел, да как он мог. Хотя об этом нет ничего страшного. Человек вежливо спросил, вежливо отказали. Все, человек ушел. Извинился даже. В большинстве своем. Вот. То есть, ну, собственно, это основное, что дает страх. За твою карьеру. Так, сколько ты занимаешься шугарингом? С 2017 года 5 лет, получается. С 2017 года 5 лет ты занимаешься шугарингом. Сколько у тебя было за 5 лет мужчин, которые сказали, Любава, подрочи. Или посмотри, я подрочу. Ну, конкретно в кабинет дошли двое таких. Все. Да? Да. То есть, ты сумела отсеивать. Как ты отсеиваешь? Я отсеиваю сразу по переписке, да. То есть, манера общения. Если человек начинает с привет, для меня это сразу уже переход на личность, переход на ты, на сближение, попытки как бы завоевать доверие. То есть, мы привет говорим в основном знакомым людям, друзьям. Чужим людям мы так не говорим. А как я тебе написал? Ну, ты же не на депиляцию записывался. Все равно, да? Такое. А в итоге сделал, да? Привет. Интересно, я посмотрю в переписке, что я тебе написал. Вот. Потом, когда называют по имени, уменьшительно ласкательный, предлагают что-то к чаю, предлагают что-то захватить, спрашивают, а что вы любите? Не знаю. Ну, для меня это манипуляция в моем понимании, потому что человек хочет получить расположение заранее. Это ненормально. Если постоянный клиент меня спросит или напишет как-то, ну, чуть более ласково, да, чем обычно, я не придам этому значения, потому что я знаю этого человека, я его видела, я с ним общалась. А когда это делает чужой незнакомый, то есть, ну, для меня это звоночек, чтобы дальше не продолжать. Потому что беседа может длиться неделю-две, и так записи не закончатся. Мое время потрачено и следственные деньги тоже. Как твой мужчина относится к тому, что ты теребонькаешь мужские половые члены? Ну, наверное, слово теребонькаешь, оно имеет другое значение, возможно, для меня, но как бы нормально. К депиляции нормально. Понятно. Спокойно. Хорошо. Вот смотри, ты говоришь о том, что отсеиваешь этих ребят, я просто промониторил по шугарингу мастеров и обратил внимание, что те, кто занимается мужским шугарингом, они стараются достаточно провокационно, я бы сказал, вести свой Инстаграм. Перчики, значит, короткие юпочки, такие откровенные фотографии, чуть-чуть заигрываешь. Тебе не кажется, что уже вот на этом этапе, ведя так Инстаграм, то есть это провокация, ты на самом деле заигрываешь уже с ребятами, которые могут прийти на депиляцию? Да, есть такое, но это игра. Да, это реально игра. То есть смотри, Инстаграм, ну это запрещенная в России сеть, или там ВКонтакте разрешенный, да, это все площадки, где люди развлекаются. Они приходят развлечься, они не приходят туда искать мастера депиляции изначально. Ну согласись, глупо было бы, да? Они приходят развлекаться, посмотреть на фоточки, поставить лайк, что-то, возможно, почитать, посмотреть видосики. И им нужно дать этот контент развлекательный, завлечь их к себе. Дальше они видят, это мастер депиляции, смотрят что-то, возможно, читают и прогреваются таким образом к процедуре. Естественно, на процедуре, когда мастер встречает вот в таком запечатанном виде, в маске, никаких уже мыслей нет. Возможно, есть разочарование, но никто не жаловался, возвращается. А ты знаешь, что на самом деле мужчин гораздо больше возбуждает, когда твой костюмчик, твое закрытое лицо, твои перчаточки натянуты и так далее. Ведь вот эта процедура шугаринг, это боль. И мужчины очень многие как раз за ней и идут. За болью? Да. Я так о таком даже не слышала ни разу. Но кто тебе скажет? Ага. Ты думаешь, тебе очень... Я сейчас много тебе расскажу, что тебе не скажут. И не сказали того, что ты, собственно, не слышала. Ну хорошо. То есть ты считаешь это нормально, что в целом ты как мастер ведешь свою так страничку. Потому что, смотри, ребята, они же все равно смотрят и выбирают мастера по тому, как он выглядит. И вероятнее всего, что они пойдут к тебе или еще к такой девочке, или к Юле, например. Я бы сам к Юле пошел. Это я так. В общем, или к Юле, нежели, не знаю, какой-нибудь бабульке, у которой там... Ну, естественно. Ну почему? Почему? Что здесь естественно? Мастер и мастер? Нет, смотри. Ну мужчины у нас любят глазами. Так вот просто испокон веков повелось. Женщины ушами, они, значит, слушают, слушают. А мужчины, они просто увидели все. Стоп, но это же процедура. Ну понятно, что процедура. Ну, например, смотри, меня клиенты выбирали по улыбке, по глазам. Вроде бы как бы, ну что такого, аватарка, еще что-то, да? Но они говорят, я пришел, потому что у тебя взгляд. Ты улыбаешься красиво. Вот ты не задумывалась, зачем твоим клиентам твой взгляд и твоя улыбка? Доверие. Они сразу смотрят и считают, что они мне доверяют, могут доверить свое самое сокровенное. Ты же не будешь отрицать, что это самое ценное место для депиляции, на вот бикини. Да, да. Но ты наивная. Да? Да. Понятно. Ну хорошо, окей. Как реакция, вот самая жесткая какая-то реакция от тебя, относительно клиента, или ты знаешь, вот от своих девочек. У вас, например, есть чат, да, где вы там переписываете, закидываете туда там ребят в черной списке, пишете, стебетесь над ними, короче. Есть, кстати, такой же список, значит, у меня уролог, я вообще только к женщинам хожу, к врачам. А что это так? Я потом расскажу. Ну, вот у меня есть врач уролог, например, и она рассказывала о том, что у них есть чат, она знает тоже, что я снимаю сериал, и она, кстати, у меня в сериале будет. Класс. И у них тоже есть вот врачебный чат всероссийский, где они обсуждают там такое, и столько, выяснилось столько физиологических проблем у людей, у современной молодежи, что я сам, ну, одурел. Ну, короче, вот мы сейчас не будем обсуждать их чат, это отдельная тема. А вот что происходит в вашем чате? Вот что вот, какая вот, ты говоришь, вот мы начали обсуждать эту тему после какой-то женщины, которая там всех сказала все, ментов вызываем. Да, понимаешь, я же не один преподаватель, да, не один там спикер и так далее, кто это преподает, ведет. И я считаю, что эрекция и экуляция это, ну, не то, чтобы сказать допустимые, ну, такое случается, да, эрекция там возникает у 90% клиентов. Ну, как бы, продолжаем работать, лучше натяжка, легче работать. А экуляция случается крайне редко, там, два раза в год максимум, наверное. И то, чаще всего случайно. Эта женщина, в общем, что-то где-то увидела, она тоже преподаватель, но не имеет там, например, такого практического опыта именно с мужчинами. Она заявила, что эрекция это плохо. Это клиента нужно там чуть ли не бить, не полицию вызывать, ну, то есть, прям это негатив. Когда ей мужчины начали в ответ комментарий оставлять, что, женщина, ну, вы извините, но мы действительно сами не можем это контролировать всегда. Такое бывает. Вот. Она там очень-очень сильно на них ругалась, это все было очень жестко, очень, я не знаю, даже, как сказать, мерзко, наверное, потому что там уже пошло на личности, на то, что кто кому дает, кто не дает. В общем, естественно, эта тема и нас зацепила, так как много мужских мастеров, и мы в большинстве своем не согласны с ней, да, что, ну, бывает эрекция, ну, да, бывает, все нормально. А человек чаще всего не специально это делает. Вот. Нас это очень сильно задело. Специально. Да ладно. Ну, не всегда, ну, теплые руки мастера его трогают, там, теплый воск ему наносят. Теплые руки мастера. Ну, может, среагировать. Красивый, с красивой улыбкой, с красивыми глазами. Я даже у клиента, кстати, спрашивала, у постоянного, говорю, а почему? Он говорит, ну, говорит, сам не могу точно сказать, но, говорит, скорее всего, чисто вот просто обработка до прикосновения, дальше теплый материал. Все. И обработка после. Короче, два таких человека, которые не говорят друг другу правду. Ну, вроде сделали, значит, все разошлись, все такие ангелочки. Ну, ладно, поехали дальше. Вот. То есть, как бы даже клиенты, ну, спокойно об этом могут поговорить. Постоянные, знакомые, хорошо, вплоть до того, что там, да, и жены ходят, и ничего в этом страшного нет. Вот. а здесь такая тема, она прям зацепила. И, естественно, мы прям, ну, на негативе сидели долго, обсуждали это, потому что мы не согласны. мне было бы очень интересно узнать про твой опыт, потому что я знаю, что ты снимаешь сериал, да, про сексуальную девиацию, и что ты об этом знаешь, узнать, да, то есть, твою точку зрения, это раз. Два, ты мужчина, ты можешь наверняка сказать сейчас открыто и честно, да, а не как мой клиент, который мог постесняться, засмущаться, или как люди в соцсетях, когда они комментируют, отвечают мужчины, они же не могут быть на сто процентов открыты и сказать действительно честно, как это есть на самом деле. Но, опять же, мне больше интересен опыт, именно твой личный и вот тех людей, с которыми ты общался для сериала, фильма, потому что все люди разные, все мы разные. У одного это может быть так выглядеть, у другого так. Нельзя всех сравнять на одно какое-то верное или неверное или среднее даже положение. В целом можно, да, все равно есть определенное сравнение женщина-мужчина, да, у вас одна природа, у мужчин совершенно другая природа и совершенно разные взгляды на это. Но для начала, я скажу, что это место выбирал я и выбрал его по каким причинам? Потому что каждый из нас возится где-то там в своем маленьком мирке. Люба в своем, я в своем. Но когда мы соединились вместе, я думаю, что получится какая-то более объективная картина. Ну, собственно, вид сверху. Поэтому как бы пространство, объективная история. Значит, рассказываю я, что думаю по этому вопросу. Если ты идешь работать с мужчиной, да, в данном случае, то хватит сживать свои сопли. Почему женский эгипетционизм, эгипетционизм, он не воспринимается так в штыки, как мужской? Потому что женский эгипетционизм это привлечение. А мужчина со стоящим членом это акт агрессии. То есть, я готов тебя взять. Ого. Поэтому это психологически, на уровне психологии, да, у тебя возникает страх, что, о, он меня сейчас возьмет. Обалдеть. Вот поэтому мужской эрогированный член воспринимается так в штыки. Большинство мастеров не знают, например, про правила нижнего белья. Нет, разошли. Правила нижнего белья это когда мы деток с детства обучаем, что все, что под штанами, это все интимно. О. Это все интимно. Соответственно, в любом случае, все, что вот здесь, это все интимно. Это интимное место. И в любом случае, когда ты подпускаешь к себе человека, вот представь, я сейчас возьму и начну гладить твое обнаженное тело. Это будет странно. Это будет интимно. Да. Согласись? А представь, если ты, я мастер по шугарингу, ты приходишь ко мне, раздвигаешь свои ножки, и я аккуратно, нежно кладу теплые руки, нормальные, теплый воск, и делаю так. Шых! А ей в это время как раз, ну, она любит чуть-чуть пожестче. Вот. Короче, ситуация заключается в том, что как бы, как бы вы мастера себя не ограждали от того, что мы мастера, и мы делаем только вот хорошо ребятам, чтобы они бегали, или велосипедисты не натирали себе волосами, это интимная услуга. Угу. Это интимная услуга. Если бы вы, например, были бы урологами, проктологами, или я там, гинекологом, это врачебная история. Ага. Она связана с врачеванием. Угу. А эта услуга, которую окажете вы, это у нас какая-то бьюти, бьюти-сфера, ну, такая, да, уход за, уход за телом, там, и все остальное. Но ты представь, да, вот мужчин, физиология такая, да, что мы можем даже смотреть на обнаженное тело, и член может встать. Ну, это нормально, в принципе. Это же классно. Ты прикинь, я не понимаю одного, почему девочки, когда видят мужика со стоящим членом, они думают, что он возвращенец. Почему нельзя подумать, что это здоровый, нормальный мужик? И он, офигеть, ты его возбудил, это, ну, это же круто. Ну, многие вообще работают над своими мужиками, там, брым-брым-брым, так, сяк, тренинг, брым, братан, что случилось? Он такой, я, да, я не знаю, для меня вообще странно, когда приходят мужики и у них на такую процедуру и у них ничего не происходит. Но есть способ, как, чтобы это не произошло. Способ номер один. Нужно с клиентом разговаривать и отвлекать. Потому что, если ты будешь молчать, он точно сосредоточится на руках мастера, на глазах, на улыбке, на всем остальном. И тут точно будет сто процентов реакция, сто процентов, не сто процентов, а может быть окуляция, но это уже физиологическая тема, потому что тут либо надо подорочить, либо пососать, либо у него прям очень чувствительная эрогенная зона. Но таких, таких очень мало на самом деле. Но они есть, это правда. Согласна. Вот. Потом, опять же, у мужчин не так все из головы, как у женщин. Правильно, тут, естественно, возникает какой-то физиологический, да, ну ты прикинь, вот хорошо, вот представим, представим мы себе девушку красивую, да, на пляже. Вот я лег рядом с ней, и вот смотришь на нас, красотка, потрогала бы сейчас. А тут приходишь к мастеру, она трогает. Короче, сейчас небольшое отступление, опять же, к моему фильму, эксгибиционизм, да, это самая распространенная девиация в мире. Мужчины для многих женщин в этом плане извращенцы, но при этом эксгибиционистов, женщин, эксгибиционистов гораздо больше, и при этом они научились монетизировать свой эксгибиционизм. Да. Сексология и социум, они неразделимы. И в одной стране одно принято, в другое другое, в третье, третье и так далее. И то, как ты рос, вот, в каком социуме, такая твоя сексуальность, такая твоя сексуальность. А твоя какая сексуальность? Российская? Боюсь, что да. Боюсь, боюсь, что да. Да, есть, чего бояться. И, собственно, мужчины-эксгибиционисты, которые бегали по паркам с развитием интернета, ну, как бы, эта девиация, она трансформировалась немного в цифру. И вот оттуда пошел дикпик, откуда там шлют члены. Это, вот по сути, все эти мужики, они просто боялись, допустим, не давали себе возможность открыть патч. Те, кто открывает патч, они более смелые. А те, которые скидывают фотки, они более зажатые. В целом, эксгибиционизм, он, это отдельная история, я не буду сейчас в этом прям рассказывать. Там куча факторов, куча классификаций. О боже. И это, ну, тема прям отдельная. Но фишка в том, что по большей степени это нормально. И задавлено вообще социологией человеком самим. То есть, если девчонки с удовольствием откроют. Вот, я никогда не понимал вот этой истории. Значит, девочка вот с таким декольте, и мужик вот периодически, ну, он не может не смотреть. Почему, как бы, а еще без бюзгалтера такие соски чуть-чуть, значит, набухли на, на, типа, на холоде. Потому что они терлись вот так. И значит, это нормально, да? Ну, то есть, нормально все-таки, бля, какая тёлка. Так мужики же так реагируют. Женщины-то смотрят, а, проститутка пошла. Да плевать на женщин. Женщины делают это для того, чтобы показать свою сексуальность и другим женщинам, а самое главное, мужчинам. Но самое, что ужасное в этом, что женщины, некоторые женщины, которые умудряются так одеваться, они еще и говорят о том, что мужики, которые пялиться на их сиськи, они извращенцы. А мужик бедный идет вот так? А те, которые более, скажем таки, смелые, да, или, например, бескультурные совершенно, то есть, я не буду называть национальности, мы же не националисты, в конце концов, вот, они просто вот так вот, Наташа, Наташа. Вот, ну, соответственно, это опасно, это гораздо опаснее, чем быть мастером по шугарингу. Согласна. Вот так ходить? Да. Или в платьице, которая так, фу, оно вдруг может с порывом ветра приподняться. Смотри, хорошо, давай мы посмотрим на все рекламные щиты. Ну, какие-нибудь рекламы, рекламные щиты, баннеры и так далее. Ты много там видишь голых мужиков в трусах или такие там? Никогда. Твоя заправка. Или не знаю. Ты вышли на монтаж. Купи квартиру, сиськи. Получи там, это, место свободно. Лежит девушка в кровати. Видела такую рекламу? Я занимаюсь рекламой. Ребята, я занимаюсь рекламой. Если кому нужна реклама, обращайтесь. Ну, и в общем, все понимают, что сиськи работают. Логично. Это, конечно, грубо с моей стороны, так сказать. Грудь, все остальное. Я тоже такой любитель эстетики. Но в целом, если относиться к этому так, как все почему-то относятся, сиськи работают. Это экзиппиционизм. Это женский экзиппиционизм. Сейчас сколько там этих патреонов, онлифансы, куча, куча всего. Ты представляешь, какое разнообразие? Там просто тысячами, десятками, сотнями тысяч моделей симпатичных девчонок, которые на камеру теребонькают свою гладкую, выбритую, не выбритую, а после шугаринга писью. И они за это получают деньги. Мужики так не могут. Это очень тонкий такой пласт, очень их мало. И в основном это гомосексуалисты, которые смотрят. Женщины не любят. В целом, женщина, она не оценивает мужика только по члену. Согласна. Нужен образ, да? Вот. И так далее. Вот когда ты идешь на мастеринка по шугарингу, я сейчас, конечно, не хочу сравнить с проституцией. Посмотри, дело в чем, женщины, когда идут в проститутки, некрасивое слово. Содержанки тоже некрасиво, хотя есть сайт содержанки. Экскортницы. Давай называть будем эскортницей. Это самое приличное. лайт, лайт. В общем, когда они идут в эскортнице, они, ну, скажем так, из 100 женщин 10-20% это нравится. Действительно нравится. Они действительно любят много мужчин. Они любят, чтобы их покупали. О, Боже. А есть многие мужчины, кстати, которые любят что покупать. То есть, вот, допустим, я знаю личных мужчин, которые, их возбуждает именно покупка. Все. Покупка. А покупка, она рождает, знаешь, какую-то некую безнаказанность. Ты делать будешь то, что я хочу. А на мой взгляд, покупка это неуверенность в себе. Удивительно. А ты попробуй женщину не заставить, а сделать так, чтобы твоя женщина делала то, что ты хочешь без того, чтобы ее купить. Купить ее не так, чтобы ты ее купил своей тачкой. Ты приехал такой. Нет, ты приехал на копейки или вообще пришел пешком. Ладно, не Макдональдс. Ну, что-нибудь по лайту. Походили, и все, ты ее, как этот, не морчал в настроении. Как у нас этот итальянский герой-то? Челентано, да? О, да. Вот. Все. Украшение Астратива. Да-да-да-да. Понимаешь? Вот. В целом, вот такое взаимоотношение, это здоровое между мужчиной и женщиной. Но, к сожалению, сейчас женщины, они, многие, превратились вот в эту историю, там, скатываются в проституцию, в бытовую проституцию, но это отдельная история. Так вот, когда мастера по шугарингу идут делать мужскую депиляцию, они идут туда зачем? За деньгами. В первую очередь. В первую очередь. они идут за тем, что им будут больше платить. Да. А почему им будут больше платить? Потому что услуга что? Ну, услуга, во-первых, более сложная, потом психологически, да, как бы, нужно тоже быть готовой, чтобы оказывать эту услугу, не каждый мастер согласится. Плюс мужья запрещают, ну, менталитет, понятно. А почему мужья запрещают? Это же просто... Ах, мужья ревнуют от неуверенности в себе, мужья могут сомневаться, не быть уверенными в своей женщине, да, то есть были грешки. Неправда. Это не так. Так. Мужья запрещают это, потому что они тоже советского складного майя, не советского. Менталитет. Это менталитет, это социум, который говорит о том, что ваша услуга, она интимна. Мое-мое. Это интимная услуга. Как ни крути. Ты берешь в руки мужской член. Слушай, когда ты так говоришь, я уже начинаю верить, что она суперинтимная. Рассказывай дальше. Смотри, я там уже, наверное, туда-сюда поплавал. Ну, ладно. Короче, найдете суть, я думаю, что какую-то... Потому что информации на самом деле много, и нет задачи сейчас это все вывалить. Что хочу сказать, что, короче, когда вот это все превратилось в цифру, возвращаемся к этой теме. Появились там дикпики и так далее. И те, кто, если сейчас вот обратить внимание, те, кто выходят, раскрывают плащ, их практически не осталось. Да. Раскрывают те плащ, у кого нет денег, сходить мастеру по депиляции, сходить в солярий и попросить голым, чтобы тебе что-то показали, сходить на массаж и просто снять штаны и там лежать и так далее. это только те, у кого нет бабла. Даже массаж. Не даже, а еще как на массаж. О, Боже. Я скажу больше, что не хочу обвинять твоих мастеров, это даже не обвинение, они молодцы с одной стороны. Больше, не большая часть, но давай так возьмем. 50 на 50 можно, нет, даже не 50 на 50, 40 на 60. 60 процентов мастеров скажут нет. Давай не так, короче, берем 100 процентов мастеров, да? Их надо разделить на три части. Ага. Давай так, 20-15 процентов, которые скажут, ты, блядь, извращенец, иди нахер отсюда, я вошел, я сейчас ментов вызову. Да? Значит, что у нас там остается 15 процентов, у нас тут 85 процентов, да? Значит, 35 процентов мы оставляем на тех, которые скажут, нет, извините. Просто спокойно, все там с другим попрощались и чаще всего мужчина, который попросил тебя об этом, там, подрочи, посмотри, он не придет второй раз. Да, ему не интересно. А, ему не интересно, Б, ему стыдно. О, Боже. Чаще всего мужчина, даже если ты с ним согласилась, и если это экспедиционист, если ты согласилась, ну, наверное, через 3-4 раза вероятнее всего, что он тебе больше не придет, ты уже будешь неинтересно, у тебя уже, ты уже надоела, ты уже стала там другом, подругой, все, как бы, все работает, уже нужны свежие эмоции. В этом соль. Понимаешь? Да. Ну, соответственно, остальная часть мастеров никогда не скажет, они могут там что угодно рассказывать, она никогда в жизни не скажет, ни один из ваших мастеров не признается, что он, да, я посматриваю, а мне нравится посмотреть, а я люблю мужские члены, независимо, кому, я просто люблю хороший, классный член, я люблю там минет делать, например, и естественно, там кто-то замужем, кто-то не замужем и так далее. Особенно те, кто не замужем и уже так в возрасте, вот. Соответственно, соответственно, все это породило вот этот пласт людей, которые ходят, на самом деле, не так много мужчин-то и ходят. Ну, не так много мужчин прямо ухаживают за собой, но сколько у тебя мужчин ходят, вот у тебя, а, ну ты же в основном преподаешь. Ну, смотри, в основном я изначально работала, и то есть первый месяц у меня уже было порядка 7-8 клиентов. Первый месяц я никого почти не знаю в Москве, с бывшими коллегами я не общаюсь, естественно, с мужчинами тоже, да, друзей у меня, подруг никого нет. Ну, есть какие-то знакомые, точечные, но они не могут себе позволить за деньги. Ну, девчонки ходили моделями. И просто так сложилось, вот за первый месяц буквально 7-8 клиентов с Авито уже было. То есть, ну, я не... Слышишь, какой спрос? Ну, да, 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 уже тогда был спрос. Особенно, когда такая инста? Нет, у меня не было инста, у меня изначально вообще авито было, просто авито, профи.ру, и прекрасно, прекрасно качали. С инстой все сложнее, на самом деле, потому что надо уметь рекламу было настраивать, надо это все писать, надо вести, люди долго читают, потом только приходят, ну, долго смотрят на тебя, потом приходят. А вот с Авито и профи.ру все просто, человеку нужна услуга, человек пошел на шоу-мастера, выбрал, ну, то есть, это быстро. И более такие горячие клиенты, которым сейчас нужна депиляция, они как раз вот приходят быстрее. С инстой посложнее все-таки, ну, сейчас вообще лажа. Лажа, однозначно. Спасибо мастерам по шугарингу, потому что на самом деле они своим телом, ну, избавляют кучу женщин от экспедиционистов. И ни один мужчина, который не приходит к вам никогда в жизни, ну, как бы, смотри, он приходит, и либо у него хватает смелости сказать, либо не хватает. Либо он с тобой дружит, начинает дружить, либо не дружит. Значит, это тоже разделение определенное, да? Либо скажет, но больше никогда не придет. Либо пришлет тебе член, с тобой поболтает, пообщается, но даже не придет. Ты говоришь сейчас, опять же, о клиентах, и ты говоришь о городе. Ну, да, я работаю в Москве и живу, собственно, в Москве. Да, а если мы возьмем сейчас по периферии? Что это? Саратов? Можно ли назвать? Нет, город регионального значения. Краснодар? Вряд ли. Может быть, какая-то Астрахань? Тоже не сказать. Ну, вот, как бы у меня много учениц именно с этих городов, и по обратной связи больше всего, наверное, клиентов получается вот как раз в таких городах. Москва на первом месте, Питер как-то прям просел. Просел сильно. Почему-то девочки жалуются, хотя я не понимаю, почему вторая столица... Ну, там холодно, понимаешь, надо волос побольше. Может быть. Так что, ребята, если кто-то по волосам, всем в Питер. Девчата, девчата и ребята, все в Питер по волосам. Все скучают без дела, можно сказать. Да, такие там. А вот в более таких южных, как Астрахань, Краснодар, несмотря на то, что там менталитет более жесткий, чем в Москве, ну, реально, это факт, клиенты есть. Ну, как бы все хорошо, все отлично. Даже в том же несчастном Саратове или Волгограде они тоже есть. Да, их не столько, как здесь, но вполне себе адекватные. И мне кажется, там, знаешь, даже меньше вот этих всех эксгибиционистов. А вот эти все интернетовские наши дрочеры, да, простите, эксгибиционисты, которые в интернете это не совсем эксгибиционисты, это другая история. А, ты имеешь в виду хулиганство? Да, А в основном, кто, все, кто приходят, ну, я тебе так скажу, ну, наверное, может быть, там, 20%, ну, 10% людей, они не эксгибиционисты. То есть имеешь в виду нормальные, которые действительно идут за гладкостью, ну, за чистой кожей? Ну, просто вот, просто так, ну, вот смотри, почему мужик не идет к мужику? Почему нет мастеров мужиков, которые делают мужской шугаринг? Это неплохие деньги. Есть. Есть, но они в основном геи все. Но мало. Нет, нормальные есть, правда. И массажисты, и мастера депуляции, массажисты еще куда не шли. Два в одном у них. Ну, вот обычно мужчины на этом выезжают. Все-таки, ну, вот знаешь, по моделям, некоторые согласны, у нас же моделей много на обучение приходят там на базу порядка 100 человек. Есть те, Они хотят? Да. Они хотят. Ты представь, сколько женщин. Да. Красотища просто. А я тут... Сложно признать, но вот здесь согласна, да, столько женщин, и как бы... Ты понимаешь, это все, это все элементы вот этого интима. Это вот как раз тот момент, когда мы нарушаем правила нижнего белья. Кстати, обучайте этому своих деток, и тогда не будет... Это сможет побороть педофилию. Боже. Да, если дети будут об этом говорить, это не важно, это уже отдельная тема. Вот, но за этим... Вот и заключается вся проблема в том, вот ваша вся проблема в том, что сексуальное воспитание на нуле практически. Да, есть такое в нашей стране, это так. И люди, они как эти, не знаю, как какой-то турбулентности, и вот они, значит, решили за деньги пойти теребоникать мужские члены, называя это, соответственно, бьюти-услугой. Ну, не знаю. Я не спорю, всем хорошо, но, на мой взгляд, если мастер решил это, он должен до конца понимать, какую ответственность он берет на себя, да, и как он должен вести себя с клиентом. И если клиент попросил ему что-то сделать, да, или наоборот, клиент хочет сам это сделать, или вообще пришел клиент, и у него эрекция, это более чем нормально, это вообще нормально. Если, кстати, если клиент попросил, это вообще достаточно смелый мужик. Это, это надо иметь смелость, это надо иметь яйца, чтобы сказать. Потому что вы не представляете, что происходит, как у человека колотится внутри сердца, чтобы вот сейчас, вот в данный момент сказать... Может, массаж? Да. Да! Еще вот прям как таким, таким этим, как ты сказала... Таким тоненьким, скромным голосом. Может, массаж? И вдруг тебе становится его жалко, ты такая... Ну, давай. Нет, ни разу не стало жалко никого. Вот. Ну, значит, тебя просили. Не те коты. У всех есть своя цена. И когда-то я для себя решила, что, ну, чтобы как-то, вот знаешь, абстрагироваться и не двинуться, да, от того, что постоянно кто-то что-то писал, что-то просил, скидывал. Я такая, ну, 500 тысяч. За сколько я готова подручить? За 500 тысяч? Пожалуйста. Никто не согласился. А ведь я тебе честно скажу, если бы мне дали 500 тысяч, я бы сказала, давай. 500 тысяч давай, и сейчас тебе вот рукой сделаю. А я могу сказать так, что если бы у тебя не было мужа, ну, это сейчас мы просто сказали при нем. Ценник бы упал, да? То ты могла бы сделать это достаточно бесплатно, особенно если бы мужик был достаточно хороший. Зачем бесплатно делать? Ну, потому что ты бы рассчитывала на что-то другое. И такое бывает. Блин, правда, да? Да, такое может быть. Ты сейчас думаешь о другом. У тебя семья, дом. Ну, да, я вижу через призму себя, своего опыта и своей жизни. А некоторые хотят устроить так жизнь и устраивают. Между прочим, эскортницы тоже, даже порнозвезды устраивают свою жизнь прекрасно. Обалдеть. И возвращаются как бы к нормальной жизни. Но вопрос, как они к этому приходят, и скатываются ли они обратно, это тоже отдельная история в моем фильме. Надо срочно смотреть, как только выйдет сразу. Я даже не знаю, что руководит, что может руководить мужчиной, чтобы пойти и специально подрать себе там волосы. Ну, как бы, вот что? Это не самая приятная все-таки процедура. как бы, во-первых, это не самая приятная процедура, ну, согласись. Ну, да. Достаточно такое место. Ну, в чем? чтобы, вот, да, мне, вот, я, да, я сейчас уже очень давно делаю шугаринг, у меня постоянный мастер, у меня нет никаких давно сексуальных фантазий, да, может быть, они вначале там как-то, ну, как-то, как мужчины проявлялись, но мы с ней, а, много болтаем, и, б, когда тебе, знаешь, вот такой вот очень важный, интересный момент возникает, когда ты с первого вот этого клиента, с первого вот этого чувства некого, знаешь, вот этого, а может быть, ты перерастаешь в какого-то даже не друга, а вот, понимаешь, если сестра, это инцест, если подруга, это что-то, если друг подруга, это что-то странное, это вот какой-то такой определенный класс человека, но ты представляешь, ты знаешь, как делать на жопе, как это выглядит, да, да, но ты представляешь, ты перед симпатичной девушкой лежишь и раздвигаешь вот эту ягодицу, ну, это вот, ну, насколько нужно от себя отогнать весь стыд, да, доверять человеку, доверять человеку, что вот ты вот просто будешь сейчас заглядывать в мой зад, хотя мой зад, мой зад от священности, вот, я, знаешь, я грубо, я даже жене стесняюсь показать, а вот это, это какая-то другая классификация, ты вот, действительно, как врач, вот как гинеколог, да, наверное, у вас, и как там, уролог, когда ты к постоянному человеку ходишь, когда разные, у тебя может возникать элемент возбуждения, если ты меняешь, ну, да, что-то новенькое, да, у тебя возникает вот это вот, это так же, как, слушай, ну, будем правдивы, не секрет, что все равно, когда ты долго с одним человеком, все равно, чуть-чуть все притупляется, есть такой вот момент, и чуть-чуть вдруг, ты что, ты это, ну, тут это же самое. Ну, здесь прямо, конечно, если, да, перевести это на депиляцию, то тут прям что-то новое, впечатление, Поэтому я бы, да, поэтому я бы относил вот мастеров по депиляции к какой-то другой к спецификации, и когда, да, к тебе ходит постоянно один клиент, он может к тебе привыкнуть и уже не испытывать ничего в таком, в таком ключе. Это вот уже, вот он как бы, если он, но если ему надо что-то, он может ходить и к другим, но сейчас вот смотрите, какая, смотрите, смотрите, Любава, Любава, смотрите. Значит, сейчас что? Сейчас все города увешаны камерами. Да. Сейчас запалится три секунды. И самая основная проблема, вот почему я снимаю фильм, потому что люди, специалистов, всех называют сразу же маньяки и педофилы. Это вообще не так. Не так. И даже когда мужчина показывает получен детям, он не педофил, он не педофил. Он просто. Он просто экземпляционист. Все. Это другая история. Не нужно всех под одну гребенку. У нас что-то законодательство такое, что у врачей, психиатров, психотерапевтов это шизофреник и не шизофреник. Клазификации в шизофрении очень огромны. Короче, друзья, на самом деле нужно прокачиваться в сексологии, в психологии. Если, на мой взгляд, мастер по шугарингу, вот тебе нужно сделать курс по сексологии небольшой. Взять сексолога, который бы толкового, который бы помог девочкам адаптироваться. И тогда уже, когда девочка не только умеет драть, понимаешь еще, почему, на мой взгляд, происходит вот эти вот перепилинг. Перепилинг. Знаешь, это эффект трясущихся рук. Да, бывает. Это плохая натяжка, плохой срыв. Потому что я... Потому что боится натянуть нормально, взять и натянуть. Она боится сделать ему больно, боится сделать неприятно. Хотя депиляция, это в принципе не суперприятно. С женщинами у них нет такого. Они берут смело, все натягивают, все понимают. но с мужчинами вот в первые там несколько раз, скажем так, а у кого-то и несколько месяцев бывает даже у мастеров, у них действительно прям тремор. Это первое, что надо прорабатывать на твоем курсе. и тогда не будет, и тогда наверняка вдруг запляшут облака. И девчонкам будет легче. Да. И клиентам будет нормально. И вы будете понимать четко, что к чему. И вот эти вот не надо никого бояться, никто не накинется, никто не будет насиловать. Во-первых, за это есть статья. Во-вторых, все экзабиционисты, они ссыкуны. По факту. В большей степени. Вот и все. Это не может не радовать. Отчасти. Да. Но вот этот момент, что неуверенности, неловкости, вот он и приходит от неподготовленности, а потом начинает вот стоит и все такое. Ну, блин, ну, смешно. Согласна. На самом деле, я бы всех мастеров принудительно бы отправила на свои курсы, чтобы этот момент проработать. Вот. Все на курс к Любове. Она сейчас проработает этот момент. Мы раскрыли боль. Ну, можно еще про хулиганство, конечно, что вот есть такие люди, хулиганы, которые могут свой член прислать, да, тот дикпик так называемый. А зачем они это делают? Чтобы узнать, что он самый лучший. Я обычно расстраиваюсь, что потеряла время и клиент не записался. А, ты вот про... Я чисто в работе, да, я расстраиваюсь обычно из-за этого. Слушай, ну, я бы так сказал, только пришла фотка, все, он не придет. Да. Ну, из-за чего расстраиваться? Вот ты переписываешься... Так ты переписывалась до этого с ним полдня, он свои вопросы задавал, а потом бац тебе... А какие он задавал вопросы? Ты можешь на этапе вопросов понять, что он хочет? Да, зачастую, да. Ну, в 95% точно можно понять. Сразу не трать. Ну, месяц-то, первый месяц, когда начинаешь работать, два тяжело с этим. Блин, я придумал, короче, вам надо создать бота. О! Короче, на запись создать бота, создай бота и продавай всем. Ух ты, который будет... отсеивать всякое этот... И бот будет с этот... Да, там может быть часть каких-то чуваков отсеется, но это сэкономит тебе время. Наверняка. Сразу будет меньше каких-то левых чуваков. И отсутствие возможности отправить тебе фотографию сразу отсекает тех, кто хочет это сделать. Мне кажется, это клево. Это гениально. Сейчас же так все делают. Это и психологический комфорт мастера. И сразу, пожалуйста, не дошел до конца, значит, все. Ну да, пусть он отвечает на твои вопросы. У тебя есть пул вопросов, наверняка, которых... Их наверняка не так много. Уж прям нюансов там, простите. Да нет, там 6-7 вопросов. Главное взять хорошо, сжать так, чтобы головка здесь торчала. Я не представляю, например, как я раньше жил без этого. Почему? Потому что, ну как видно, я человек такой достаточно волосатый. И к примеру, если уж говорить о половом члене, его в принципе всегда можно подстричь. Ну и не так это. Ну триммером там, да? Триммером, да. Но вот жопу, простите, на которой потом, блин, хер ототрешь все этой бумажкой, это невозможно. Поэтому можно просто ходить назад. День откровений. И это так эстетично. Это будет нравиться вашей девушке точно. Вот если у вас, да? Если все чистенько и аккуратненько, да? Вообще красавица. Без вот таких этих. Да. Это действительно, ну, минимум гигиена, как минимум. А как максимум, ну, новые ощущения, наверное. Я не знаю. Ты мне помогла поучаствовать в моем фильме, а я захотел тебе помочь. С одной стороны, это не пойдет в фильм. Это пойдет просто на YouTube-канал я выложу. Посмотрят, посмотрят, не посмотрят, не посмотрят. Но просто так хочется, чтобы в конце концов люди перестали друг другу врать, перестали устраивать танцы с бубнами вокруг того, вокруг чего просто это не нужно. Все просто и понятно. Я с тобой согласна. И все. И просто смотришь на этот какой-то детский сад. Ну, блин, стрём берет. И обидно за мужиков, которых называют извращенцами, потому что это нормальные пацаны. Большая часть, ну, большая часть экзибиционистов это нормальные пацаны. Мужики. А есть, да, конечно, отъехавшие. Ну, если говорить, часто экзибиционизм, экзибиционизм, все время их называют, сокращают так, экзибиционизм на почве шизофрении. Что хочу сказать? Большое спасибо тебе, что еще больше раскрыл эту тему. Нам теперь более понятно, потому что мужской взгляд это, ну, это самое важное. Тем более от тебя, учитывая твой опыт общения, да, и с мастером, и с мастерами, и с людьми, и экзибиционистами, конечно же, тоже. Я думаю, что здесь добавить просто нечего. И действительно, это вот огромная благодарность. И я надеюсь, что все это посмотрят. Наконец-то, боже, этот вопрос закроется. Потому что мусолить его каждый месяц, но это нереально. Да это вообще трэш. Это тратит свое время на какую-то ерунду. Как золотая рыбка. Делай бота всем, всех мастеров на сексологию, на маленький кусочек о том, что они должны понимать, что они указывают по факту. Мы уже с тобой поняли. Да. Что всем хорошо. Вот. Да. Ну, не обязательно обо всем, всем об этом рассказывать. Если что, ничего страшного, тайна, она как бы останется с вами. Вот. Но есть что добавить. Я сейчас, ты сказал, день откровений. Так. Не знаю, как это у тебя сейчас повлияет. Значит, день откровений. Почему мой взгляд достаточно объективный на этот вопрос? Потому что я, несмотря на то, что снимаю там фильм и очень много общаюсь в этой теме, я окунулся очень глубоко по всей стране и не только. Где-то в 2008 году я работал на телевидении и тогда случился серьезный кризис. Ну, знаете, кризис 2008 года. И мне пришлось немного как бы чуть-чуть как бы скрыться и что-то, в общем, резко делать, чтобы зарабатывать деньги. И я 3 года работал мастером по маникюру и педикюру. Ага. Художественный дизайн и все такое. Наращивание. Так, всяк. На форме, на типсах и так далее. Поэтому все про ногти и про ноги и про педикюр. Я даже хотел пойти учиться потом на подолога. Вот. Даже не знаю. Хорошо, что я оттуда опять вернулся. Ну, я как бы, соответственно, занимался этим и еще занимался видеопроизводством. Потихоньку, как это было, насколько это было вообще возможно. Ну, вот. Чем мне понравилась индустрия красоты, тем, что, несмотря ни на какой кризис, она почему-то всегда в теме. Ну, то есть, она как-то вот, она как-то вот даже сейчас вот не клик. Одни отваливаются, другие приходят. Есть. Я вот думаю, блин, может, не массажем, что ли, заняться уже, в конце концов. Что-то какая-то хрень с этим кино. И фишка в чем? В том, что я принимал около от 10 до 12 девушек в день. О, боже. Внимание! Теперь у меня рекорд снятия маникюр наращивания с таким достаточно интересным дизайном, потому что у меня были несколько уже такие прям рукой набитые за 40 минут. «Да ладно, ты серьезно?» «Да, я просто знаю, что очень многие сидят по 3 часа, блин, там, купить кофе, тратить свое время. Вот, это было клиентов достаточно много. Помимо этого, я работал в женском коллективе и наслушался очень много чего. Но самое, что меня поразило, это насколько женщины готовы со своим мастером делиться такими откровенными вещами, что мне, ну, как бы, как выясняется, они даже с подругами не делятся такой историей. При этом я был мужчиной. Да, ко мне там приходили, и я теперь расскажу, ко мне приходили женщины на педикюр без трусиков. О, боже. А теперь мы будем говорить о том, кто у нас экзабиционист. Только мужчины экзабиционисты и извращенцы. Это факт. Это мой опыт. И поэтому не нужно, опять же, я к чему говорю, я никогда там ни на кого не нагонял и так далее. С кем-то мне было приятно работать, с кем-то неприятно работать. Были те женщины, которые приходили, как говорится, без трусиков, и я думал, блин, классно. Но я не позволял себе лишка. А некоторые приходили, мне было неприятно. Несмотря на то, что, да, вот, это тоже должна, вот эта вот, какая-то такая, знаешь, даже вот на уровне химии, запахов, ну, вот этого всего. Кого-то мне было приятно трогать за руки, кого-то нейтрально, кого-то неприятно. И наверняка у вас так же. Ты знаешь, наверное, да, но здесь скорее психология, что ли, ну, как между химией, психологией, не знаю, как это назвать. Да, вот, поэтому за эти три года я стал экспертом относительно то, о чем думают и говорят женщины, как в женском коллективе, так и вообще о своих семьях, мужьях, чем они живут. Ты знаешь, как в фильме этом, о чем думают женщины. И поэтому мой взгляд, он максимально, насколько это вообще возможно, он объективный. Поэтому, когда человек, конечно же, сидит в своей коробочке, там, он не знает ничего там про сексологию, про порно, вообще про всю вот эту какую-то жизнь, все стесняется, всего там мигает, муж запрещает, это можно здесь. И вот, и он потом приходит, и ему вываливают, извините меня, свое добро, вот такое вот волосатое, давайте сделайте мне хорошо. Вот. Естественно, к чему это приводит? Вот к таким перепискам непонятным. И вот, короче, Любава, я желаю тебе избавиться от этого детского сада, не знаю, выйти на какой-то новый уровень, прокачать вообще, вот, не только ради своего курса и шугаринга, а ради вообще общения между женщиной и мужчиной в этом направлении, что, ну, просто чтобы все были как бы честными, не знаю, без трясущихся рук, чтобы было все по-взрослому, еб вашу мать. Девчонка, у нее не было секса месяц, например. Ну? Два. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Она, ее в детстве били по рукам, и она даже не мастурбирует. Да ладно? Ну, например. Так. И тут вдруг, я не знаю, что-то ей в голову стрельнуло, она приходит на депиляцию к мужчине, он такой красавчик, выбрала, выбрала просто вот там, фотка нормальная, вроде улыбка хорошая, глаза хорошие. И тут он берет и теплыми руками наносит там. Ну, вот как ты думаешь, она будет такая лежать, и, думаю, и этот, и ни разу не потекла, извините за вот это выражение. Ну, я просто много раз это слышал. Да нет, конечно. Ну, в любом случае, ей будет, наверное, приятно, да, если мы гипотетически представили эту женщину, которой два месяца не было секса. А если даже было, мужчина хорош, и руки нежные, а мужчина с женщинами очень нежный. Обрати внимание, Али, женщина очень любит гинекологов, потому что они поаккуратнее, мужчин, мужчин гинекологов. Я не была, не могу сказать, мужчин, да. Ну, вот очень многие любят, я слышал, что мужчина, он аккуратный, более, женщины грубоваты. Да, ну, потому что женщины знают, как все устроено, у меня такая же, что-то там, а здесь немножко другое. Ну, на самом деле, да, наверное, девочка бы, девушка, потекла бы, но на этом все, я думаю. А может, и не все, ну, все, не все, это останется уже там, у них, ну, не знаю, ну, понимаешь, к чему я клоню? Да. Ну, что, елки-палки, ну, как так, ну, как можно относиться к этому, ты приходишь, свое интимное место, вот, и она, свое интимное место, вот, притрорирует, то же самое относится и к массажу. Это все около интимная услуга. Да. Тело, руки, соприкосновение тел. Ну, все, обнимается. Ой, спасибо. Надеюсь, я ничего не сказал. Так, да, вот, вот, видишь, бритая. Если что-то еще хочу спросить, вспоминай, что у меня уже есть пора.